Мы уже рассказывали о замечательной победе Центра дополнительного образования Славянска на Кубани в пятом всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур». На самом высоком уровне были признаны достижения славянцев, и в Краснодарском крае педагоги Центра в числе лучших. Они добиваются постоянных успехов. Работотехника – это одно из самых перспективных направлений будущего. Лариса Бойцова, учащийся, который сейчас получит базовые знания и навыки в научно-технической сфере, сможет комфортно себя чувствовать в новом, быстро меняющемся мире. Ему легче будет разбираться с новыми технологиями, а значит его шансы на успех в жизни повысятся. Лариса Бойцова, педагог дополнительного образования отделения технического творчества, имеет инженерное и педагогическое образование, что помогает ей чувствовать себя очень уверенно, занимаясь ребятами робототехникой. Я так увлеклась этим, что сначала преподавала начальное техническое моделирование, а когда начался поток внедрения в образовательный процесс робототехники, это было еще в 2010 году, я прошла курсы повышения квалификации и начала заниматься робототехникой. И, конечно же, здесь может заниматься только увлеченный сам человек. Дополнительное образование – это такая сфера деятельности, где нельзя выполнять свою работу, просто что это нужно. Именно надо быть увлеченной самой. Это такое новое интереснейшее направление, что работая над программой и над роботом, я иногда сама увлекаюсь так, что пока сама не сделаю, не смогу успокоиться и это объяснить детям. Робототехника объединяет в себе целый ряд дисциплин. На занятиях ребята на практике закрепляют полученные знания, и это дорогого стоит. Это направление очень новое, очень востребованное. Оно постоянно развивается. Начало работать с одним конструктором, следующая уже серия, через год выходит конструктор, с ним выходит уже образовательная программа. То есть приходится, конечно же, изучать эту программу следующую. И получается, каждые 2-3 года мы проходим постоянно переобучение, аттестацию. И, соответственно, сейчас в интернете очень много ресурсов, все это выкладывается. И чтобы детям было интересно, вот у меня есть дети, которые, например, прозанимались 3 года и прошли основной курс обучения. И чтобы увлечь их дальше, вот мы сейчас заказываем новый конструктор и разрабатываем новую программу, по которой будут заниматься уже эти дети более углубленного уровня обучения. Лариса Бойцова уже не в первый раз участвовала в краевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В 2020 году, использовав накопленный ей опыт в конкурсе в номинации «Техническая», она стала лучшей. Очень радостно, что мы так ярко выступаем с детьми и в профессиональных конкурсах. И, конечно же, это является ступенью. Готовясь к этому конкурсу и участвуя в нем, очень много пришлось почитать, посмотреть, узнать о новых направлениях в работе своей и других педагогов. Педагог с душой подходит к своему делу, ищет и находит свежую информацию, использует открывающиеся возможности. Ребята на занятия приходят очень увлеченные. Им здесь по-настоящему интересно. Я хожу сюда уже больше трех лет. Мне здесь очень нравится. Я собираю роботов, я программирую роботов, и мне в этом очень сильно помогает Лариса Юрьевна. Она объясняет много новых тем, и мы строим таких интересных роботов. Я хожу сюда два года. Это очень помогает в школе учиться хорошо, особенно по математике. Лариса Юрьевна помогает очень сильно. Мои программы, если Лариса Юрьевна помогает, всегда работают и лучше всех. Ученики Ларисы Юрьевны регулярно участвуют и занимают призовые места в региональных и краевых фестивалях, конкурсах и на соревнованиях. А самое главное, они вырастут заинтересованными в поиске нового, технически грамотными, творческими, неравнодушными людьми. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков. Программа «События». Спасибо. Продолжение следует...